Часть вторая. Гнилые плоды. Финансируемые правительством биомедицинские и психологические исследования позволили добиться крупных достижений в здравоохранении и улучшили качество жизни всех американцев. Билл Клинтон, 17 февраля 1994 года. Чиновники спецслужб ускользают от прямых вопросов столь грациозно, что их выступления на слушаниях, посвященных расследованию темных дел, всегда оживляются яростными вскриками, которые издают недоверчивые конгрессмены. Шпион лжец по определению, поэтому в 64 году никто не обратил внимания на слова директора ЦРУ Ричарда Хелмса, который в письме, направленном в комиссию Уоррена, упомянул об интересе Ленглик, кибернетической форме биологической связи. Кибернетика, объяснил Хелмс, может быть использована для формирования детского характера, накопления опыта, закрепления типа социального поведения. О чем это он? О технологиях или о воспитании? Ни один из членов комиссии Уоррена не удосужился спросить директора ЦРУ, о чем вообще идет речь. А ведь Хелмс говорил о кибернетическом контроле над процессом развития личности. Хелмс не преувеличивал. В университете МакГилл в Джорджтауне в Корнелле и в 40 других научных учреждениях высшего уровня работали психиатры и инженеры, которые разрабатывали технологии дистанционной биологической связи. Когда за дело взялись кровожадные экспериментаторы из ЦРУ и Министерство обороны, невероятные возможности этих технологий были обращены во зло. Один психиатр, живущий сейчас в Германии, написал письмо в Фонд Свободы Мысли, организацию, объединяющую жертв экспериментов ЦРУ и Министерства обороны и людей, эти преступления расследующих. Он рассказал, как из него сделали подопытного кролика, его мрачная история поразительно напоминает рассказы сотен подростков из Южной Калифорнии. Он уверен, что причудливые истории средств массовой информации о ритуальном насилии, экстрасенсорном шпионаже, похищении пришельцами, полтергейсте и других подобных вещах предназначены для маскировки наступления на разум и личность, атаки, которая ведется с помощью электромагнитных технологий. Вот как он описывает ощущения невольного участника эксперимента по контролю над сознанием. Задача пыток связать первичную личность жертвы с ощущением боли, паники и ужаса, затем, с помощью утешения и поощрения, формируется новая дублирующая личность. Так, собственная первичная личность превращается у жертвы в предмет отвращения. Формируется новый тип поведения, создается запускаемый страхом механизм стирания памяти. Если ты попытаешься вспомнить, это будет означать попытку предать нас. Но мы все узнаем до того, как тебе удастся что-нибудь сделать, потому что мы везде. Тогда мы снова будем тебя пытать, поэтому ты никогда не будешь вспоминать. В результате образуется искусственная, управляемая извне двойная или множественная личность. В естественных условиях подобные изменения личности происходят при тяжелой психологической травме. Кстати, пытки и сами по себе, даже если они не сочетаются с другими технологиями контроля над сознанием, вызывают блокирование памяти. После тяжелых электрошоков жертва регрессирует до состояния младенца. С точки зрения психологии, пытки действуют на взрослого так же, как жестокое обращение на ребенка. Мучители часто применяют изнасилование или, если речь идет о маленьком ребенке, его эквивалент в виде сексуальных действий. Быть человеком-роботом значит быть психически больным, значит проявлять синдром расщепленной личности. Разница между естественным СРЛ и искусственным индуцированным в том, что последний сознательно формируется программистами, которые опутывают жертву множеством невидимых цепей. Многие студенты, изучающие психологию и психиатрию, не верят, что контроль над сознанием возможен. Но это потому, что они не понимают основной принцип СРЛ. СРЛ можно индуцировать, создав условия, аналогичные тем, которые вызывают его развитие в естественных условиях. Это очень важно. Только если воспроизводятся естественные условия развития СРЛ, человек-робот будет функционировать надежно. А надежность – обязательное правило всех тайных операций. Вы можете спросить, почему я так уверенно это утверждаю. Есть две причины. Как психолог я немного разбираюсь в механизмах умственной деятельности и поведения. Как жертва я испытал технологии контроля над сознанием, на себе. Насколько мне удалось вспомнить, в меня ввели программу, нацеленную на уничтожение моей личности. Программу, которая должна была буквально растворить мою личность, удалить ее из моего сознания. Мне сказали, что я приговорен к смерти и метод моего уничтожения избран, но мое тело останется жить. Короче, из меня пытались сделать робота-раба с помощью классического гипноза и наркотиков. Пыток электротоком, во время которых электроды крепили к гениталиям, использовалось приспособление, которое я называю «пыточными штанами». Они сделаны из кожи и имеют стальные вставки, которые фиксируются на гениталиях жертв. Для подачи тока используется кабель или батарея. Вы можете ходить, а когда палач хочет причинить боль, он посылает электрический сигнал с помощью передатчика на батарею. Это очень эффективное устройство для модификации поведения. Мне давали наркотики, от которых я почти умирал. В состоянии клинической смерти я слышал голос, который говорил мне, что ко мне обращается Бог, и что Бог решил, что я должен умереть и родиться заново рабом. Потом меня реанимировали. Я подвергался воздействию электромагнитных полей, индуцирующих панику, страх, депрессию, удовольствие. С их помощью меня обрабатывали очень эффективно. Использовалось также и ESB, но без существенного эффекта. Мои мучители изменяли также мою электроэнцефалограмму. Они, очевидно, нашли длину волны с гипнотическим эффектом, так что могли давать мне постгипнотические приказы. Я был не в состоянии ослушаться. Мою память стирали с помощью электрошока, облучения и других пыток. Насколько я могу вспомнить, все это происходило между 1972 и 1982 годом. Однако у меня сохранились некоторые воспоминания, которые заставляют меня думать, что манипуляции с рассудком начались раньше, в 1967. Другие воспоминания дают повод подозревать, что мою личность начали дробить, когда я был совсем маленьким и жил в приюте для сирот. Мне не исполнилось тогда и трех лет. Я не сумасшедший. Сейчас мне 43. Я работаю психологом, имею дипломы по экономике и общественным наукам. Работаю в учреждениях, где лечат больных наркомании. Отвечаю за связи с общественностью. Я твердо уверен, что в настоящее время я вне опасности. Не знаю, используют ли сейчас для контроля над сознанием новые методы. Не думаю, что мне в череп имплантировали передатчик. Но кто знает. Не знаю, почему меня выбрали для таких экспериментов. Существует множество более-менее нелепых историй. Будто кто-то внеземное существо, у кого-то паранормальные способности, кто-то может общаться с помощью необычных методов, разоблачать шпионов. Обработка сознания, электрический шок, изнасилование используются часто. Через много лет дети из сада МакМартин тоже говорили о невидимых цепях, связавших их с запредельно жестокими взрослыми. Еще одна жертва экспериментов, которые проводились в 60-х, сохранила воспоминания, сходные с рассказами детей из сада МакМартин. Она говорит, гипноз, электрошок, сенсорная изоляция в кладовых, в грязных подземных комнатах, в могилах, под водой, угроза смерти мне, окружающим и животным, а также наркотики и шантаж. На предварительных слушаниях по делу МакМартин 14 детей давали свидетельские показания. 88 дней подряд они рассказали о 45 случаях, когда им угрожали самим или их родителям. Смоделируем ситуацию. Один психолог, услышав об угрозах детям, нахмурился, а другой даже не захочет обсуждать возможность угроз и назовет показания детей истерикой и ложными воспоминаниями. Догадайтесь, который из этих двоих имеет доступ к секретам спецслужб. Виртуальный ад. Уолтер Урбан, адвокат Баки, в 1988 году говорил репортеру Нью-Йорк Таймс Дэвиду Хэтчлеру, что в истории воспитанников детского сада МакМартин слишком много неправдоподобного, чтобы им верить. Например, ко мне приставали. Где это происходило? На воздушном шаре после десерта? В быстроходной лодке кругом плавали акулы? Взрослые сказали, что бросят нас к акулам, если мы не будем делать все, что они от нас хотят. Что это за чушь? Другие дети клялись, что видели, как воспитатели детского сада летали. Порой дети невероятно лгут. Любой, у кого есть хоть капля здравого смысла, сразу отбросит все их обвинения и будет отмахиваться от них снова и снова. Крис Дэн Никола на целый год загрузила работой весь штат международной амнистии. Никола родилась в 1962 году в июле, а в возрасте 4 лет стала жертвой экспериментов, спонсированных правительством. Ей гипнотически внушали зрительные образы, опыты проводились в Канзасском университете. «Меня привязывали», вспоминает Крис. «Врач опутывал ей голову и тело электродами, использовал прибор, который выглядел как верхний проектор. Мне говорили, что когда вспыхивает красный свет направленный, мне на лоб, у меня в мозгу выжигаются разные образы». В разных вариациях применялись электрошок и наркотики. Они велели мне погружаться глубже и глубже, тем самым все сильнее внедряя в мое сознание каждый образ. И говорили, что я всегда буду делать то, что они прикажут. Когда действие кончалось, они давали очередную дозу. Следующее, что я могу вспомнить, я снова с моим дедушкой и бабушкой в Таксоне. Дети из Макмартина тоже уверяли, что взрослые пичкали их наркотиками. Другие жертвы ритуального насилия часто рассказывали об электроконвульсивных шоках. В случае с Крис Денникоула врачом был Уилсон Грин. Проведя собственное необходимое расследование, психотерапевт девочки обнаружил, что так звали научного руководителя химика радиологической лаборатории в военном химическом центре. По рассказам детей, насильно вовлеченных в эксперименты, их заставляли надевать шлемы виртуальной реальности. Через 30 лет после бесчеловечных опытов над Крис Денникоула использование потока образов, направляемого непосредственно в зрительную зону, стало обычной практикой спецслужб. Малолетние жертвы опытов по контролю над сознанием описывали шлемы виртуальной реальности за много лет до того, как они появились в продаже. Во время экспериментов детей заставляли смотреть страшные картины, чтобы они верили, будто сами принимают участие в убийствах, каннибализме и других ужасных преступлений. В январе 1996 года взрослая женщина, директор группы поддержки детей, переживших ритуальное насилие, группа работала в Лос-Анджелесе и, среди прочего, помогала семьям детей в деле МакМартин, сама пережила несколько эпизодов вторжения виртуальной реальности. Агенты контроля над сознанием принялись измываться над ней с помощью дистанционного оборудования. Первым ощущением была раскалывающая головная боль, как будто в мозг вонзались иглы. Боль была не локализована, как бывает при обычной головной боли. Она перемещалась по всей голове. Приступ продолжался 7-8 часов. Жертва плакала и кричала, потом, обессилев, упала в постель. Когда она закрыла глаза, голова наполнилась яркими образами. Фигуры в мантиях двигались по кругу. Она открыла глаза, но фигуры продолжали кружиться прямо перед ней в темноте. Она включила свет. Странные фигуры остались в ком. Она не страдала галлюцинациями и дети МакМартина не страдали ложными воспоминаниями. В наши дни зрительные образы часто в сочетании с электронными формами гипноза можно проецировать непосредственно на зрительные зоны головного мозга. При этом человек видит совершенно отчетливые картины. Имеется несчетное количество примеров, когда беспомощные люди становились добычей радиоэлектронной банды. Патрик Уорден – талантливый человек по результатам тестирования интеллектуальных способностей в 1969 году. Он попал в 2% лучших учеников колледжа и повторил достижения на выпускных экзаменах в Калифорнийском университете Беркли. В 1980 году с Уорденом познакомился агент ЦРУ, искавший новые кадры для учреждения. Вскоре после этого Уорден стал слышать навязчивые голоса. Они уверяли, что ЦРУ хочет, чтобы он стал сотрудником по общественным связям телепатической системы управления. Читая немногочисленные журнальные статьи и книги, посвященные работе ЦРУ по контролю над сознанием, Уорден выяснил, что службы используют технологии, которые посредством радио и микроволн могут на расстоянии передавать голоса и ощущения и влиять на нервную систему. Хотя службы маскируются паранормальными феноменами, используют они научные технологии. Многие примеры ритуального насилия сопровождаются необычными экстрасенсорными образами, голосами, ощущениями, эффектами воздействия. Такого типа могут быть получены с помощью технологий, которые фигурируют в рассказе о работе ЦРУ по контролю над сознанием. Пол Ингрэм из Олимпии, штат Вашингтон, зверски издевался над своим сыном Чадом. В статье, посвященной делу Ингрэма и опубликованной в журнале «Нью-Йоркер», журналист Лоуренс Райт попытался оспорить существование такого явления, как ритуальное насилие. Он объяснил жалобы мальчика психическими отклонениями и защищал отца-сектанта. Заявления журналиста основывались на мнении представителей фонда исследования синдрома ложных воспоминаний. Марионетки, пляшущие под утку ЦРУ, отказывали мальчику в доверии на том основании, что он слышал голоса в своей голове. Врач одной из самых престижных клиник Стокгольма подтверждает, что маленькие дети действительно использовались в экспериментах. Их мыслительные способности и реакции оценивались с помощью технологии контроля над сознанием. Дальнейшее развитие технологий сделало возможным передачу образов и голосов непосредственно в головной мозг. Такие приборы уже несколько десятков лет находятся в распоряжении спецслужб, но созданы они не в далеких галактиках, и не летающие тарелки доставили их на Землю. Хотя ЦРУ, военная разведка и некоторые психологи с ЦРУшными корнями сумели убедить сотни миллионов людей в обратном. Нас уверяют, будто инопланетяне пролетели несчетное количество световых лет, чтобы вставить людям в головы импланты. Очевидная ложь и самая нелепая из всех сказок, но она нашла самых ярых защитников в лице тех самых скептиков, которые встречают заявления о ритуальном насилии с нисходительной усмешкой. Рассказывая комиссии Уоррена о экспериментах управления по формированию детского характера с помощью кибернетики, Ричард Хелмс делился самыми сокровенными желаниями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова